Диабло 1 Кому как удобнее Я посмотрю информацию Эликсир должен быть на следующем этаже Наши характеристики В принципе Все очень даже неплохо И наше снаряжение Такой вот меч Колечко Обычный щит Броня Как вы помните в прошлой части мы нашли более тяжелую броню Оценочная стоимость у Грисвельда Составляет у него где-то около 20 тысяч на продажу Подчинка у нее там около 6 тысяч стоит Но пока я с ней ничего делать не могу Она для нас тяжелая Я не имею возможности с ней уходить Закупил немного зелий Дабы Если Чтобы не бегать в город очень быстро Объяснил Ладно спускаемся вниз Нас там я думаю заждались Ох заждались Не честно Сразу нам эликсир дают Ну давайте сходим Сказал что нужно отнести это локдано Ну давайте так и сделаем Такая вот баночка Такая же желтенькая Надеюсь он нам что-нибудь хорошее даст Сейчас посмотрим Это его братья По оружию бывшие Мы их всех убили Ну да ладно К слову сказать Странно почему на предыдущих Ну на Это же выше их не было То есть я так понял Вот рыцари крови Они самые получается Самые сильные Там еще есть два вроде бы Две разновидности рыцарей Нам же здесь встречались Только рыцари крови Это очень странно Две разновидности рыцарей Замечательно Был рыцарь смерти И не стало его Ну что ж он сказал Большое спасибо тебе За спасение моей души Наконец-то он сможет Покончить с проклятием Пара напутственных слов Отдал нам свой шлем Мол он вас защитит Идите с богом Идите со светом Возможно наши пути Еще встретятся Так Вау в стел Вуаль стали Еще и колечко отдал Спасибо Каил дрон трогать не будем Ого Ничего себе шлем Армор 18 Да вы гоните Смотрится конечно прикольно Ну да То есть шлем Очень напоминает Шлем как раз этих рыцарей Как они выглядят То есть такой шипастенький весь Замечательно Ну Как в город отправимся Там Получается Посмотрим его Чтобы лишний раз Не мигать туда-сюда Ну хотя бы то Что он уже В 18 защиты дает Это уже много То есть сами видите Наш дает 6 А этот В 18 В 3 раза больше Можно сказать Почти в 4 Ну в 3 В 3 Ровно в 3 Ладно спускаемся Что А это еще что за алтарь Вылез стенд Посох лазаря Архиекископ Здесь Сейчас Нет Нам с ним рано бороться Вот такой вот посох Инкрустирован Черепами Огранен Каким-то Ярким камнем Да Дубина неплоха Ей можно и по башке Надавать Ежели что Ну ладно Посмотрели Идемте Опять вы Китайские дракончики Иди сюда Главное не закидывайте кроссовками И петардами Все будет хорошо Деньги Ну что ты там Кстати у них какие-то другие Таких мы еще не берем Это новая разновидность Они темненькие Те были желтого цвета Вроде как А эти такие Стального Цвета Еще один Азура Дрейк Большой щит Ха Места нет Хотя Сейчас погодите Попробуем что-нибудь Сообразить Тем более Я сейчас портал Заюзаю Вот так вот сделаем Да Повод сходить в город Сначала на продаже На оценку Послушаем историю Декарда Кейна Возможно он нам что-нибудь скажет Про посох Лазаря Хотя скорее всего нет Нет Это не так Девушки отдыхают... 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 Шлем хорош сам по себе. Пока что от этого я избавляться не буду. Ляпить своего шлема, потому что он дает резисты. Вдруг пригодится еще. Так что я его где-нибудь здесь скину. Кольцо надевать не буду. Хотя... Можно уже надеть, кстати. Можно вот это кольцо надеть реально. 26 квиталить, чтобы здоровье было поболее. Но это, опять же, кольцо продавать не буду. А шлем реально хороший. Все резисты плюс 50. Ядрен батон. Слушайте, это шлем. Короче, это все. Я понял, в чем я буду ходить. Так, где-то у меня бывает вроде бы колечко, которое увеличивает шанс попадения. Нет, это не то. Что, неужели нет такого ничего? Так, резисты магии. Шанс ты хит. И радиус освещения больше делает. Давайте еще вот так сделаем. Все будет по 69. А эту бижутерию я оставлю здесь. Господи, шлем просто... Муа! Конфетка. Продадим все ненужное. Посмотрим, сколько починка шлема будет стоить. Все побитый. Хотя, скорее всего, с ним все в порядке. Так, большой щит. Глубина. Нет, он даже целый. Хорошо. Денег у нас много, в принципе. Я даже вот эту броню потяну. Вот она, кстати. Вот это вот. Плейт оф зеллион. Я могу ее уже надеть? А, ну да. Я же надел этот шлем. Он дает к силе. Ну, я даже не знаю. Я мега-танк. Сейчас увидите, сколько стоит починка. 6500. А давайте. Деньги есть, можно. Могу себе позволить. Но, блин, я сейчас вообще реально буду непробиваемый. Ну, возможно. Возможно, нет. Что это за тебя, мой друг? Подлечи моя. Так, зелье у нас есть пока что. Можно пока ничего не покупать. К слову сказать, с собой деньги носить не обязательно. А их можно, по идее, было бы разложить здесь кучками аккуратными, дабы, ну, когда приходишь, соответственно, тратиться. Нет, ну это обалдеть. 50 тоже нормально. Ой, опять я попытался карту открыть. У нас ее нет. Шлем этого рыцаря мне очень даже хорошо, кстати, подходит. С лазерем, насколько я знаю, там не все так просто. Что-то я там читал. Какие-то порталы. Прыжки. Давай, там он, портал. Хорошо. Соответственно, мы с вами просто, опять же, зачистим данный этаж. Что ж, а если там реально будут какие-то порталы, разборки с Бишопом, путаю, блин, с Бишопом, говорю, почему-то я его Бишопом называю, с Лазарем, буду в следующей части. Да. Прыгаем. Ну что ж, мы вернулись. И да, поберегутся наши враги. Так, я что-то не понял. А, это наше зелье. Я же его выкидывал, точно. Забыл об этом совсем. Ладно. Маны у нас теперь нет. Вот, всё мы перегнали. Минус сорок девять. Вы представляете, какая магия. Наши все спеллы, которые у нас есть, мы не сможем использовать только вот этот, потому что он ничего не требует. Ну ладно. Так, наше русское лото. Продолжаем изучать карту. Как-то. Что она нам уготовила? Так, тело. Кстати, похоже, обезглавленное тело. Смотрите. Шея есть, головы нет. Ещё одна плыть мау. Потом посмотрим, что это. На нас сейчас броня более лучшего качества. Здрасте. Иди сюда. Вот что значит быть в очень хорошей броне. Они мне ничего не могут сделать. Хотя пытались. Так, боевой топор напоминает лезвие для бритвы. Когда-то кто-то ещё мог такими пользоваться. Сейчас всё со станками. Эти. Там джилет. Сириус там. Много разных лезвий. Все дела. Идите, идите сюда. Ребята, я тут. Иди сюда. Иди сюда. Шикарно. Так, даггер берём. Он магический, мне показалось, да? Да. Значит, мы с него сможем какие-нибудь деньги срубить. Ежели что. Что они здесь сохраняли так активно? Я ничего не вижу. Нет здесь ничего. Сундук разве что. Но он уже открыт. Рыцари. О, Думгвард. Думгвард вроде слабее. Думгвард вроде слабее, чем Булат Кнайт. Соответственно, это уже более слабые рыцари. Не должны были, по идее, раньше появиться. Ходить. Ходить, блин, рыцари смерти. Испиение младенцев получается. Да. Повезло нам получается с этим другом сердечным. Блин. Я хочу взять этот лук, чтобы выкинуть. А давайте выкинем секиру. Почему? Потому что она простая. А эти предметы, даже если их оценю, если они не проклятые, они дадут больше денег. Что-то обо мне барыга говорит. Немножко. Блин. Хорошо. Сейчас мы так вот, получается, расслабимся и получим. Вон, уже идут каратели. Я здесь. Больше ничего? Больше ничего. Ладно, зелье засунем тогда в кармашек. Можно, может быть, если что, и за секирой вернуться, но пока не стоит. И так все хорошо. Поспешил я с выводами. Что-то я смотрю, их тут больно много. Не смейте окружать меня. Время умирать. Эпично. Их было много. Если честно, если бы тут было, получается, Диабло 2, у нас бы был варвар. С каких-нибудь вихрем там или с Френзи. Все было бы намного проще. Вон, мы туда-сюда и готовы. Но, тут немного другие параметры игры. Нужно кликать все. Кликать. И мы это делаем. Ну, пока выпивать зелье не буду. Принимать зелье варенье, получается. Все хорошо. Выживши. Трусливому трусливая смерть. Да, получается, он отстал от своих. Нет, ну, посмотрите, какой отряд был тут большущий. Калдрон дрогать не буду. Пойдем отсюда. Пойдем в другую сторону. Здесь что-то было еще, я знаю. Нет, я правильно иду. Конечно, правильно. Тут куда ни пойди, все будет правильно. Скалкап. Давай возьмем. Дешевкой, конечно, но пусть будет. Так, пара рыцарей. Рискованно. Рыцари бьют сильно и больно. Девку повесили. Пришпилили к стене. А, здесь больше ничего нет. Понятно. В принципе, давайте в город сгоняем. Опять же, продадим все это. Барахлишко. Так, что у нас с прочностями? 55, 85. Ну, немножко побили нас. Это видно. Но пока как бы все терпит. Но я все-таки сгоняю в город. Сделаем оценку. Посмотрим, что это. Ну, сочетание брони хорошее. Привет, мой друг. Поживай долго и слушай. О, хорошо. Хорошо. Блин, слушайте, мы вообще шикарно сейчас денег столько получим. Сначала переговорим с лекарем. Я у него парочку зелья куплю. Что ты делаешь, мой друг? Так. Во-первых, подлечи моя. Во-вторых. Фу, хел. Пусть будет. Про запас. Играть будем аккуратнее. Смотрите ли, не как в прошлой части. Когда случайно запустил еще игру, блин, параллельно. Потому что реально там можно было склеить ласты, если бы все закрыло. Но повезло. Так, продаем. Ну, вот уже 70 тысяч. Ну, а шлем можно было не брать, но вообще дешевый. Так, ну и что у нас по починочке? Тысяча. Ну, вот уже тысяча ушла. Нормально. С нашими заработками мы можем себе позволить ходить в этой броне. Так что, скорее всего, я от чего-то здесь откажусь. Ладно, пусть лежит. Это, так сказать, деньги в предметах. Идем к колдунье. Нам нужен свиток. Конечно, жалко, что здесь нет свитков, а томиков порталов. Потому что здесь бы они были бы очень кстати. Потому что герой ходит очень медленно. Соответственно, постоянно нужно туда-сюда ходить. Либо забивать полностью себе инвентарь. И вот именно несколькими свитками порталов. Что тоже не очень удобно, согласитесь. В Диабло 2 можно использовать том порталов. Но я там от этого отказался. Потому что, ну, как-то странно. Часто больно выпадают, во-первых, из противников. Во-вторых, городские порталы часто встречаются. В-третьих, ну, персонажи бегают быстро. Соответственно, всегда можно очень быстро вернуться, закупиться и тому подобное. Так, немного отходил. Отлучился за чашкой горячего кофе. Точнее, кружкой. Чашки я не принимаю. Продолжаем. Питатели! Гореть вам в аду! Вы МАРС КИН! Да, раньше себе такого позволить не мог. Ну, и в награду нам дали броню кольчужную. Нам она не пригодится. У нас броня лучшего класса. Но на продажу. Она магическая. Подозрительный сундук. Я же говорил подозрительный. Баклер. Баклер брать не буду, он вообще дешевый. Это начальный щит. О, нифига себе! Параллельно ведь играем, получается, еще в гримдаун. Там, помните, там такие штуки были. Особенно, когда, опять же, вспоминается там локация Культахтон. Там, где проживается Лазар Клинокхтона. Это проклятый монастырь. Который раньше назывался Монастырем Удовольствий. Так вот. Точнее, Оскверненный монастырь, прошу прощения. Или святилище. Оскверненное святилище, точное название. Там, на подходе, да и внутри, в принципе, вот подобных кусков тел, этих вот ошметков, было очень много. И они еще шевелились. Это вообще-то да. Так, поушен мана. Ну, учитывая то, что у нас мана отрицательная, я не буду принимать этот поушен. Я не буду даже его брать, потому что я ничего там себе не подниму. Ладно, идем дальше. Ну, блин. Классно. А врагов-то все больше и больше герой. Герой умер первым. Фаербол. Фаербол, вот хорошо. Поставим. Так. Дубина. Блин. Пардон. Пардонте. Дубина большая. Святогвардиана мы не можем использовать. Да ешкин ты кот. Стадо лета армор. Так, Вархаммер обычный. Меняем. Ну, я свою политику вам сказал, почему я так делаю. Приоритет на синьку, потому что она более дорогостоящая. Опять идут. Маршируют. Железные воины. Железный марш. Готовы. Да, вас много. Ну, в нашей экипировке Люба дорого их убивать. Они не могут нам ничего сделать. В принципе. Такие дела. Так, что у нас тут? Ага, кто-то есть. Уйди сюда. Оно откинулось. Еще одно мертвое тело. Теперь мы точно танкуем. Надо возгордиться и подумать, что Диабло мы тоже спокойно завалим. Блин, почему так много маны выпадывает? Мне она вообще не нужна. Так, интересно, конечно, здесь все хорошо. Но я пока сюда не пойду. Я хочу сюда заглянуть. Есть подозрение, что это вот сюда проход. А вот и портал. А это как раз по поводу Лазаря. Это я помню. Так, кто-то потерял какие-то щилд. Какие-то щилды это интересно, кстати. Вон, посмотрите, здесь уже пентаграмма стоит. Причем она такая ненарисованная. Кто-то постарался, вырезал ее из кости. Или что это, мрамор ли? Скорее всего, мрамор. Иди сюда. Осквернили пентаграмму. Кучка у говна. Ладно, пусть лежит. Так, так. Запомним этот портал. Как я и говорил, я пока туда не пойду. Мы туда сунемся, потом. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Давайте здесь, на арене. Иди сюда. Да не бойся! Тауэр щилд. Кит и щилд. Так, мы взяли бутылку самогона. Хорошо, как выглядит тауэр щилд? Вот такой большой щиток. У него, вроде бы, защита побольше будет, чем у нашего. У нашего сейчас с вами 12. А у тауэра... 14. Ну да, побольше. В принципе, да, имеет смысл туда его заменить. В принципе, почему бы и нет. Продолжаем движение. Но сначала примем зелье. И бутылку самогона уберем с карман. Тут тоже какая-то локация. Еще один кусок тела. Два даже. Композитный лук. Таун-портал. Таун-портал. Имеет смысл тогда им воспользоваться, сгонять в город, по-быстрому сдать лишнее. У нас, видите, как бы место очень... Ну и если что, да, реально, золото пока скинуто. Потому что нам носить его с собой, как я и говорил, не имеет смысла. Тем более здесь мы уже все посмотрели. Все потрогали, все пощупали. Да, давайте в город сгоняем по-быстрому. В этой части лазаря не будет. Но я сделаю работу над ошибками. Мы вернемся туда, где плевуны нас с вами покарали. Ну, меня погоняли. Я сказал, что я потом к ним еще вернусь. Здорово, мой друг. Поживай долго и слушай. Ну, что я могу сделать для тебя? Нормально. Так, ну и давайте скинем золото. Чего мы ходим с ним? Где-нибудь здесь раскидаем. Надеюсь, Декард Кейн его не прикарманит. Продолжение следует... Продолжение следует... Странная фигура получилась Надо было, кстати, так сразу сделать Накидать И сразу так много места в карманах Да Благо, свиток есть Если что, мы в кадре сейчас не пойдем Ну что ж, забираем тогда лук Только лук вот этот вот Потому что он магический Композитный оставляем Там, сколько помню, где-то еще валялся щит Какий-то щилд Магический, да Магический берем, обычный оставляем Как я говорил, в портал мы соваться пока не будем Мы запомним, что он здесь имеется в наличии И это к лазарю Ну или, по крайней мере, не к нему, а Там вроде бы какая-то хитрая механизма То есть нужно прыгнуть в одно место Что-то там задействовать Вернуться, откроется еще один портал И будет призван лазарь Что ему Диабло пообещал, я не знаю Так, что это? Ставь о лайтинг Ладно, возьмем Что, все что ли, карту мы просмотрели? Слушайте, реально, это что-то мне не нравится То есть спуска ниже уже не будет Понятно То есть нам нужно будет в любом случае Телепортиться Это подвальный подвал Окей Или взаимодействие с телепорталом Этим порталом Даст нам возможность Открыть Спуск вниз На месте пентаграммы Хотя, скорее всего, это просто будет Телепортация на другую локацию А там уже будет еще один спуск вниз Вот, скорее всего, так Ну, это мы будем уже изучать в следующей части То есть там будет чисто эпичный бой с лазарем А здесь, пока данное видео немножко прервется Я вернусь назад Туда, где мы с вами, получается Видели тех плевунов И, скорее всего, там будет вот именно Завершение квеста Анверфуре То есть Наковальная ярости Я останусь здесь На этом красивом месте Возьму еще один щит Наш щит, кстати Вернусь Уже, получается, когда будем на том месте Видео прерываем До встречи Ну что ж, вроде бы это тут было Сейчас проверим Ну да, вон, бочки неразбитые Зелени собранные Все прямо-таки говорит Что наша работа не была завершена Найт-клановец Ты не уйдешь Ты не уйдешь от моего Карающего клинка Мой клинок Жаждет крови Как-то так А где плеющиеся твари? А вот и они Безусловно, урон наносится Но очень слабо Сейчас мы к ним подойдем Как-нибудь сблизимся Надо это сделать Что, не нравится? Смерть вам Наконец-то я их покарал Это, конечно, было больно Но Я это сделал Стой Хорошо Какое-то еще кольцо выпало Да, там золото выпало Как-то странно Но это сделало Ну ладно Деньги нам не нужны У нас их очень много Даже не возьму Эту низкоуровневую дубину Давайте поизучаем Что тут еще может быть Интересного на этом уровне Что мы здесь не все Посмотрели тогда Подеремся с красными мужиками Шортболл Очень интересно Это специфичный лук Мы такой находили уже Получается посох Который выглядит Как дубина боевая Но тем не менее Лука мы еще не находили Это арбалет? Ха Главное написано Короткий лук Ну ладно Им видней Им видней К черту ману И что? Где наковальня? Твари Куда вы ее спрятали от меня? Я знаю Что она где-то здесь Здесь Где еще ей быть? Может ты знаешь? Композитный лук Ладно, возьмем На продажу Почему бы нет? Ничего Странно По идее Она должна быть в центре То есть Вот где-то тут Как бы Точно Я был прав Почему я так подумал? Потому что Я вспомнил В Диабло 2 Где находилась Наковальня Где мы разбивали Камень души Мефисто Как раз Река пламени То есть Как бы Должна быть Такая адская картинка И вот мы ее видим Как раз Похоже на масленку Кстати Или на лампу Аладдина Как-то так Так Предлагаю тогда Сделать Быструю телепортацию В принципе Почему бы нет Тем более Свитки у нас Имеются в наличии Так что Бог с ним Потрачу Гризвальд Сейчас он Обрадуется нам Создаст нам Какой-нибудь Уникальный меч Хочу Фростморн Хочу Фростморн Гризвальд Услышь меня 13 квиталити Говно Зенитлер Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Что за Нидлер такой Шанс к попаданию 50 Унишал Итем демейдж Главное урон 1-3 Конечно Ну нет Я его продавать не буду Вон у нас Кстати вот Если кто вдруг забыл Вот посох есть Протектор называется Скинем это Возьмем протектор Видите Как боевая дубина выглядит Такая бита Аж обитая Колышками Ладно Подходим к Гризвальду Старина Гризвальд У меня для тебя Кое-что имеется В наличии Я думаю Ты будешь Рад моему Подношению Я не могу Стоять Это Анвел Фьюри Доброе Своё Доброе Доброе Теперь Мы Покажем Этим Бастарам Что Ни Ваши 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 Протеку И Ладно Протеку Что за меч Кноп Таргет Бэк Мана Плюс 20 Шанс Тухит Файр Дамейдж Хитпоинт Минус 20 Что-то мне Не очень нравится Мне не нравится Что хитпоинт Минус 20 Хотя у нас Хитов Сейчас Нормально Не Он хуже Но я его продавать Тоже не буду Пусть Ой Извиняюсь Пусть лежит У нас Получается Здесь В этой Свалке Свалки Уникальных Предметов Да Забери лук Кстати Надо бы еще Ему продать Его же меч Было бы забавно Подчинку Сделаем Ну что ж Собственно говоря Здесь пока данное Видео оканчивается Мы отправляемся Сейчас получается В таверну Нужно немножко Выпить Мы сделали Что хотели Мы отомстили Этим Плющимся гадам Заработали Денег Кстати Надо опять Тысяч скинуть Где нему Здесь положим Сейчас Вот скажем Вот сюда Встану Да А эти Копейки Я оставлю Все равно Нужно иметь Ячейку Небольшую Как бы Под монеты Потому что Все равно Они будут Выпадывать Так Соответственно Будут Вожиться Куда надо Так вот Латы пока Снимаем Я все понимаю Броня Все дела Огдан Наливай У меня есть деньги У тебя есть пиво Спасибо за просмотр Увидимся уже у Лазаря Всего доброго Огдан Я кому сказал Мастер Welcome to the Tavern of the Rising Sun Субтитры 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 Субтитры